Отец Георгиевич, тогда давайте начнём с вашей правозащитной деятельности. Мы живём в такое время, когда вот нам, особенно протестантам, сегодня внушают, что не лезьте никуда, не лезьте. Всё, чего ты не касаешься, даже защиты правоверующих. Ой, прошу прощения, сразу два вопроса. Первый – я не правозащитник. И второй – я не умею делить христиан на, я не знаю, православных, католиков, протестантов. Я всегда воспринимаю каждого христианина как христианина. Вы христианский пастор, я христианский пастор. Хорошо, договорились. Ну, просто вот есть такое, что не лезьте, сидите тихо, не высовывайтесь, время такое, только церкви навредите. Я вот уже вам рассказывал, что мы уже 21 год под судами, под следствиями. В шестом году, помню, на меня прокуратура шесть раз возбуждала уголовное дело даже. И всё, вопрос собственности. Ну, какое мне дело до вашей прокуратуры? У меня есть Евангелие, и я руководствуюсь только этой нашей Конституцией. Это закон прямого действия, который называется Новый Завет. А в Новом Завете четыре Евангелия. И я не помню, чтобы там где-то было написано «не высовывайтесь». Иисус Христос – это иудей, который, прошу прощения, высунулся. Да. Ну и что? И две тысячи лет нас пытаются убедить, что Христос вёл себя неправильно. Вы меня тоже будете в этом убеждать? Нет. Простите. Значит, давайте всё-таки чуть-чуть выясним, чем мы будем руководствоваться. Нам говорят что? Или Евангелием? Евангелием. Конечно, Евангелием. А потом его ученики. Апостол Павел высовывался. Очень сильно. За что ему и голову отрубили. Да? Да. Значит, давайте определимся ещё раз, с самого начала, кто наши учителя и каким путём мы следуем. Путём Христовым. Всё. Ну, тогда вот сужу вопрос свой. Вы всё-таки известны как защитник права верующих. Немного таких людей сегодня. Я христианин. Я следую только своей Конституции, которая называется Библия, или если узить Новый Завет. Вот и всё. Я не правозащитник. Любой христианин – правозащитник. Должен отставить свои права, права людей. Правильно. Простите, церковь должна быть с кем? С гонителями или с гонимыми? С гонимыми? Вот и всё. Это аксиома. Но мы видим-то всё по-другому сейчас. Как будто всё перевернулось. Какая церковь сегодня с гонимыми? Где мы видим священников сегодня, защищающих людей? Это редкость большая. Давайте, опять же, выясним, почему. Где мы живём? В каком государстве мы живём последние сто, три с половиной года? Наверное, мы живём в государстве без правовом. В государстве, в котором было, я не знаю, сколько конституций. Пять, шесть. Назовите мне хотя бы один год за эти сто три года, когда какая-нибудь конституция соблюдалась. Золотыми буквами мы пишем всенародный сталинский закон. Этих слов величия и славу никакие годы не сотрут. Это декабрь 36-го года, когда была принята сталинская конституция, да? Кто-нибудь может посчитать, сколько граждан нашего родного Советского Союза было уничтожено в 36-м, 37-м, 38-м? Кто-то посчитать может? Мы считаем, в лучшем случае, на сотни тысяч. И мы спорим, а может быть, было 800 тысяч, а может, был миллион сто. Кто-то может дать мне справку, сколько же было уничтожено верующих, неверующих, кого угодно. Но это же не государство закона. Почему вы думаете, что в 37-м году можно было нарушать законы, а при Хрущеве можно? Вот при Хрущеве схватили КГБшники где-то, по-моему, в подземном переходе, Рокотова и Файбишенко, двух валютчиков, арестовали, а потом приняли закон, и по этому закону, давайте спросим юриста, закон может иметь обратную силу? Конечно, нет. То есть, можно судить сегодня, 24 февраля, каких-то людей по закону, принятому 5 марта? Ну, по здравому смыслу нельзя, но мы, вот сколько я в судах, мы знаем, что можно, что судят. Значит, давайте, первое, что мы должны решить, где мы живем, в каком государстве мы живем сегодня, 24 февраля 2021 года. Как называется это государство? Российская Федерация, все знают. Это только на бумагах. Это все та же Совгия Пиян, которая была установлена вот здесь, на этой земле, когда там 7 ноября 17-го года. Это тоже самое государство. Ну, вроде в перестройку как вздохнули при Ельцине, показалось, что вот она, свобода. А вдруг опять все. Откуда они все повылезли, кагабисты эти? Потому что люди пользуются словами, значения которых они не хотят знать. Каждое слово, каждый термин должны иметь свое определение. Опять же, давайте обратимся к юристу. И назовите мне день, когда это государство стало Россией. Назовите мне день, когда произошла перестройка. Я не пользуюсь этими терминами. Что значит перестройка? Чего перестройка? Коммунистический строй был осужден в этом государстве? Нет. Это известный факт. А преступники этого государства были осуждены? Нет. Ну, то есть, главное все равно, это церковь, которая должна проповедовать покаяние. Ну, то есть... Ну, в чем тогда оказалось? Почему такое состояние нашей страны и состояние церквей в ней? Что с нами не так? С нашим священством? С епископами? Я твердо уверен, что мы 103 года живем в чумном бараке. Ну, что такое коммунизм, что такое большевизм? Кто такие Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский, кто там Фрунзе, Каленин и так далее? Кто они такие? Ну, кто были идеологи нашего государства? Кто? Коммунисты. Ну, коммунисты. Неверующие. Ну, я... Может, даже и верующие, но официальная идеология нашего государства была какая? Солги и убей. К чему еще могут звать большевики? К чему? Ну, нас 103 года учили лгать, нам 103 года лгали, а мы сегодня хотим перестройка. Простите, что такое перестройка? Объясните мне темному, необразованному. Ну, это хорошее слово, которое сыграло на Западе так хорошо, что страна открылась, союз развалился, новая Россия, и новые ожидания. Как будто все новое. Все творю, все новое. Можно так сказать? Все творю. Можно, потому что вы цитируете кого? Христа. Ну, вот и все. Все. Понимаете, мы забываем, что в 20 веке было два основных зла на земном шаре. Национал-социализм и большевизм. Или наоборот, большевизм и национал-социализм. Вы говорите, Ельцин, перестройка. Простите, Борис Николаевич Ельцин по моему глубокому убеждению и не имел права быть... Кем он там был? Президентом, да? РСФСР официально. Он не имел права быть членом Верховного Совета или, как они называют, Государственной Думы. У него не было такого права, по моему глубокому убеждению. Почему? Потому что он был кандидатом, члены Политбюро ЦК КПСС. Да? Да. Да. Я в журнале, ну, я писал эту статью для Нового мира, Новый мир отверг. Она была напечатана в журнале Знамя. Можете взять эту статью и прочитать. Я твердо убежден в том, что я писал там 21-22 года назад. Член Политбюро или даже секретарь обкома партии не имеет права ни активного, ни пассивного голоса. Их не надо сажать в тюрьму, их не надо как-то преследовать, но они должны быть лишены не только активного, но и пассивного избирательного права. Тогда кто мог управлять страной? Вот по вашему мнению. Управлять я не знаю, а вот избирать органы то ли политического правления, то ли законодательный образ избирать могли люди, которые не были руководителями нашего большевистского государства. Это не моя мысль, это мысль моего любимого философа Ивана Александровича Ильина. Мысль не новая. За эту мысль меня критиковал и Сергей Адамович Ковалев, и Андрей Дмитриевич Сахаров. Они вот, кстати, настоящие правозащитники. И они мне много раз говорили, что я хочу устроить охоту на ведьм, что нельзя никого лишать избирательного права. Ну, я не правозащитник. я последователь Ивана Александровича Ильина, который говорил, что зло необходимо побеждать силой. Противляться злу нужно силой. Я думаю, что Иван Александрович прав. Ну, смотря на сегодняшний день, как сегодня противляться? Столько людей не видят ни справедливости, ничего в этом государстве, законы ужесточаются, все, даже против церквей, все жестче и жестче ведут себя силовики. Как тогда, вот, следуя этому принципу, что силой сопротивляться? Первое, научиться говорить по-русски, не употреблять лживые слова. Понимаете? Давайте будем идти от фактов, а не от пропаганды. Пропаганда всегда лживая. Конечно. Поэтому каковы факты гимн Советского Союза? Вы знаете его? Ну, конечно. Он был написан в 38-м году. Написан композитором Александровым и этот гимн назывался гимн коммунистической партии большевиков 38-й год. В 43-м году этот гимн был утверждён как гимн Советского Союза и в ночь на 1 января 44-го года он был исполнен по всесоюзному радио по благословению Иосифа Виссарионовича Сталина. Так? Сегодня этот гимн это гимн того государства в котором мы с вами живём. Да. Изменили немножко слова и всё. Простите. А если без слов вот сегодня в учреждении которое называется как оно называется Государственная Дума да? В этом учреждении звучит эта музыка без слов. Как вы думаете депутаты встанут? Ну или будут сидеть? Мне кажется встанут. Они кажутся. Все встанут. Если идут какие-то спортивные соревнования предположим Олимпиада и какие-то спортсмены уроженцы граждане нашей страны занимают первое место. Гимн Советского Союза звучал 20-30-50 лет назад. И сегодня звучит. И сегодня. Ну правда по каким-то там санкциям говорят. Но я повторяю слова безразличны. Михалков там написал одни, написал другие. Гимн коммунистической партии большевиков сегодня это гимн страны, в которой мы с вами живем. Раз. Столица Москва. Центр Москвы Красная площадь. В центре Красной площади мавзолей Владимира Ильича Ленина. Рядом похоронен Сталин, Свердлов, Дзержинский, кто там еще, Фрунзе, Калинин. Вся, вся линейка на лидерах. Хорошо. Когда вы думаете их оттуда заберут? Крамольные мысли говорите, под статью подводите, если сейчас озвучим все. Еще и посадить могут по нынешним законам. За что? Найдут за что? И находят, и сажают. Правильно, значит, вы повторяете то, что пять минут назад говорил я. То есть, статью найдут. Обязательно. Посадят. А за что? А это мое только мнение. За мнение судить нельзя. Можно судить за действия. Опять же, давайте обратимся к юристу. Действия есть? Нет. Я же не иду как-то опоганивать мавзолей. Я не требую, чтобы мне открыли двери. Я сейчас этот саркофаг, из чего он там сделал? Я его буду выносить, я или мои сторонники. Да нет. Сейчас собираются голосовать. На площади Дзержинского? Сейчас собираются голосовать, но пока на площадь не Дзержинского, пока она именуется Лубянкой, но то ли Дзержинского, то ли Александра Невского. По-моему, это отвлечение народа от насущных проблем. Очередное подкинули что-то. Мыслите, решайте. Я бы проголосовал за Дзержинского, если бы меня спросили Александр Невский причислен к лику Святых Русской Православной Церкви, но спросите трех, пятерых, десятерых грамотных историков, кто такой Александр Невский. Это кумир Иосифа Виссарионовича Сталина и Сергея Эйзенштейна, ну, наверное, Петра Павленки, который писал сценарий фильму Александр Невский. Но ведь это развесистая клюква, это же фильм из ведомства товарища Жданова. Ну, пропагандистский, да, можно так сказать. Ну, и все. Но спросите грамотных историков, вернемся к исходному. Если мы называем страну, в которой мы живем, Россия, мы поддерживаем агентство по агитации и пропаганде. Мы поддерживаем агитпроп. Мы не хотим посмотреть, в какой стране мы живем. гимн лидеры нашего государства, похороненные на Красной площади. В Москве проспект Ленина есть? Да, в каждом городе, и улица, и проспект. В Костроме есть, а у вас в Калуге? Есть улица Ленина. А у вас в Тутаеве? У нас районный центр, да, красный на Волге. А перед зданием администрации стоит статуя Владимира Ильича Ленина. Отсюда я делаю очень простой вывод. Страна, в которой я живу, это не Россия, потому что на Красной площади ни один человек, который любил Россию, не похоронен. Там похоронены люди, которые строили СССР, любили СССР, любили Совдепию. Значит, и государство, в котором я живу, называется Совдепия. не могут к руководителю России обращаться со словом товарищ. Для меня обращение товарища, это плевок в харю. Мне кажется, сейчас-то все больше господами они себя именуют. Простите, как обращались к Борису Николаевичу Ельцину. сразу после его выздоровления он появился на телевидении, ему сказали, товарищ верховный главнокомандующий. Он товарищ, он товарищ, а Путин Владимир Владимирович, товарищ верховный главнокомандующий. Как обращаются в войсках? Товарищ полковник, товарищ генерал или нет? Ну, вроде слово товарищ еще идет в царской России, это заместитель министра. Ничего не выйдет. Я по первому образованию лингвист, я кандидат филологических наук. Я любому человеку объясню, что каждое слово имеет значение приходящее слово урода, в русском и польском языке однокоренное, не так ли? Да. Но в польском это красота, а в русском вы у себя в церкви кому-то женщине скажете, что она уродина? Да нет, конечно. Простите, слова атом и индивидуум, это одно и то же слово, атом по-гречески, индивидуум, латынь. То и другое обозначает неделимый, но сегодня в русском языке индивидуум и атом это разные слова? Да, но и так далее, когда... Так что и товарищи разные мы. Товарищ был, товарищ министра, товарищ прокурора, товарищи, купцы могли обращаться или говорили, что он мой товарищ, но в Советском Союзе слово товарищ означало то же самое, что в немецком геносы, портай геносы, был портай геносы Борман, был портай геносы Хитлер, они были товарищами, товарищи по партии, да, Ленин был, товарищ Ленин, Сталин был, товарищ Сталин, это люди не из моей компании, не товарищ Свердлов, не товарищ Калинин, слово товарищ имеет в большевистском жаргоне свое значение, я это слово отвергаю, я не товарищ, когда я стал священником, это было 41, уже 42 год, я категорически запрещал, чтобы мне кто-нибудь писал письмо или все, что угодно, любую официальную бумагу, а мне посылали, где было написано Т. Эдельштейн, или ко мне обращались товарищ, я никогда эти письма в руки не брал, уполномоченный Совета по делам религии вызвал меня раз, вызвал другой, почему вы отослали куда-то, в райфу или еще куда-то, письмо, потому что ко мне было обращение Т. Эдельштейн, я не Т, я не товарищ, при мне уполномоченный Совет по делам религии звонил в Москву, в Совет по делам религии, и юрист Совета разъяснил ему, что да, в Советском Союзе есть две группы граждан или не граждан, к которым нельзя обращаться со словом товарищ. Это зэки, они не товарищи, то есть кум, опер не обращается к какому-то заключенному товарищу. Пока Солженицын сидел, он не был товарищем Солженицыным. И вторая группа это священнослужители. К вам это тоже относится, вы можете протестовать, вы не товарищ. Ко мне объяснил юрисконсуль Совета по делам религии, нужно говорить или обращаться, служитель культа такой-то. Сейчас, наверное, служитель культа ушло, это все. Ну, пусть обращаются как хотят. Я не товарищ. Понятно. Можно спросить по поводу Алексея Навального? Вы высказали свою четкую, ясную и честную позицию. По нему это редкость. А я почти не говорил о Навальном в этом интервью. Я говорил о суде, который судит Навального, о прокуроре, я не знал, мужчина или женщина, сейчас знаю, что женщина. Я говорил о наших силовых органах. Я могу все это повторить вам сегодня. Там товарищи, все те же. Совершенно верно. Если у меня президент сегодня товарищ, товарищ президент. Но явно, что Алексей Навальный имя не товарищ. А я не знаю. Куда его отнести, к зэкам или к священникам? Он последние речи цитировал вообще четвертую заповедь из Нагорной проповеди, если так можно сказать. Правильно. И поэтому я могу вам сегодня зачитать свое письмо 20 февраля. Это была суббота. 20 февраля мне прочитали его как-то называется последнее слово. Да, но у него уже столько последних слов, что он сам смеется уже над этим. Он смеется. что несут то последнее слово. Но все-таки 20 февраля он тоже сказал очередное последнее слово. Я очень рад был услышать это, потому что мне бы не хотелось, чтобы он очередной раз рассказывал что-то о коррупции. Меня это не интересует. А что вас заинтересовало в последнем слове? 150 лет назад или примерно 150 Фёдор Иванович Тютчев написал не плоть, а дух растлился в наши дни. Серьёзно говоря, меня не интересует судьба трупа, который лежит сегодня в мавзолее на Красной площади. Меня не интересуют могилки, которые рядом с мавзолеем на Красной площади. Меня интересует только духовное состояние, дух, душа людей, которые проживают в одном со мною государстве. Меня не интересуют политические проблемы в этой стране, юридические проблемы, о которых и вы, кстати, говорили сегодня. Меня не интересуют законы, которые принимает так называемая Государственная Дума, депутаты Государственной Думы. Меня интересует духовная жизнь моих сограждан, дух моих сограждан растленный, больной. Я могу повторить, для меня совдепья, чумной барак. и в первую очередь они были заинтересованы не в наших телах, а в наших душах. Главная задача большевиков была испакостить наши души. Вы не можете продать свою душу дьяволу на 13 или на 17 процентов. Вы можете целиком душу или сохранить или продать дьяволу. Большевики хотели, чтобы мы, люди, живущие на этой территории, на территории, где когда-то была Россия, чтобы люди, проживающие здесь, продали свою душу дьяволу. Возможно, кто-то на меня подаст суд, но я утверждаю, что большевизм и национал-социализм – учения дьявольские, антихристианские, дьявольские. Так вот, в письме я просто вам прочту текст, я вам даю право где угодно его публиковать, устно, письменно. я могу повторить основную мысль этого письма. можно. Алексей Анатольевич, вы не один, я стою рядом с вами или точнее сижу рядом с вами. Вы с этого дня член нашего прихода и в церкви, где я служу, это церковь в селе Новобелый Камень Красносельского района Костромской области или епархии на каждой службе в этой церкви мы будем молиться о вас. Одно из прошений Великой ектени это о страждущих плененных и о спасении их Господу помолимся. Когда мы будем молиться о страждущих плененных, мы каждый раз будем молиться о вас, уважаемый Алексей Анатольевич. И там же в письме говорится, что вспоминая житие протопопа Аввакума, в кавычках имеется в виду книга, я думаю, что вашей семье во время вашего заключения, а может и не только во время заключения, будет не легче, чем вам. Анатольевич. Анатольевич.